Эх, дороги! Скоро три с половиной месяца, как Караганда живет без разметки на дорогах. С этих слов начинается по социальных сетях на страницах известного правозащитника. Устав от вопиющего состояния дорожного полотна, Юрий Гусаков выразил свое отношение к тем, кто отвечает за качество дорог. Подробности у Ирины Вобещевич. Там осева еще кое-как видна, а площадь Ленина и в другую сторону. Юрий Гусаков – директор карагандинского филиала Бюро по правам человека. Вид из его окна – площадь Гагарина, где нет ни единой дорожной разметки, которая предписана правилами дорожного движения. Едешь, видишь знак направления движения по полосам, а полос нет. Осевой – нет. Сплошная там, прерывистая – не знаю. Разбираться в случае ДТП – проблема. Пешеходная зебра – отсутствует. Стоп-линия – отсутствует. Чего делать? Ну, хорошо, что основная масса населения и водителей привыкли ездить по родному городу. Они знают, где какой ряд когда-то был. Посмотрите, как ведут себя заезжие. Это же страшно. Они вот всего боятся. По словам Юрия Гусакова, написавшего в своем блоге о разметке, именно дорожный рисунок помогает водителю ориентироваться и предотвращать возможные ДТП. Разметку наносят с завидной регулярностью. Однако оказывается она недолговечной. Вопрос у меня к государственному полномочному органу, который призван соблюдать все то, что обеспечивается. Где разметка? Если она была, то почему она исчезла? Сколько было выделено средств? Если средства освоили, какая краска приобреталась? Потому что есть Павлодар, есть Кустана, есть Астана, есть Алмата. Я там бываю. Я вижу там разметку. Ее в Караганде нет. На центральных улицах. Я уж не говорю про не центральные улицы. Нанесение разметки финансируется из местного бюджета и стоит недешево. Однако ее практически нет в городе. А там, где она осталась, это лишь напоминание о той халтуре, которую нанесли в конце прошлого года. Если разметка должна быть, пусть она будет. Если она нужна только к приезду первых лиц, пусть она оплачивается из республиканского бюджета. Если она нужна для безопасности движения, обеспечьте, чтобы она была. Во-первых. Во-вторых, если кто-то виноват и ее нет, поэтому найдите виноватого. Куда делить деньги? Наши с вами деньги. Свой город надо любить и уважать людей, которые живут в нем и являются главными налогоплательщиками. Эти слова адресует Юрий Гусаков власть имущим. Что говорить о разметке, если в Караганде и дорог-то нет. Сегодня вот утром из-за проблемы вот данной ямы, которая даже сзади, меня чуть не снесла машина на мотоцикле. То, что ей пришлось совершать маневр объезда кучи. Засыпают вторичным отходом от асфальта. Это первоначально, который снимает асфальт старый. И его просто, я даже у меня из видео, я тут с окна снимал. По улице госпонавтов делают ремонт дороги. Как видите, в лужу грязи закидывают непонятно, тоже такое сыпучее вещество. А потом мы попадаем в эти ямы и разбиваем все нахрен. Все лето в городе идут ремонтные работы. Люди вынуждены терпеть жару в пробках, искать объезды. К осени подрядчики отчитываются о выполнении работ. Однако весной ни дорог, ни безымянных подрядчиков не найти. И все это происходит по накатанной бизнес-схеме на глазах у всего населения. Осенью они доделывали где-то буквально за неделю, в сентябре что ли месяц, если даже не в октябре. А весной уже результат воочию. Одни маты идут, ругают. Администрация все хуже стала. Безобразие полнейшее. Куда деньги? За какие налоги? За что платят? Какие налоги бешеные? Сейчас штрафы дай какие. Ну что это? Дороги везде со снегом, так скажем, как платители говорят. Мормальных слов уже нету, поверьте. Полный вперед. Вот нехорошие слова остались. Ирина Вобещевич, Дмитрий Оборок, Владимир Иванюк, 5 канал.